Перемычки над проемами в кирпичной кладке. Здравствуйте! Давайте поговорим немножечко про, казалось бы, очень простую вещь. Перемычки в кирпичной кладке. Как нам оформить проемы в лицевой кирпичной кладке? Самое простое и издревлее, что люди придумали, это своды. Здесь не нужно никаких дополнительных приспособлений, только кирпич, только раствор и создаем своды. Но, к сожалению, вот эти вот так называемые полукруги по дизайну не везде подходят. Конечно, они красивые, они совершенные, но мы говорим о красоте и совпадении дизайна основного дома и оконных проемов и других проемов. Поэтому все наши перемычки в основном сейчас прямые. И есть несколько вариантов их организации. Самый простой, самый обычный метод мы кладем постелью вниз горизонтально. То есть как у нас идет стена, так и идут перемычки. Кирпич над перемычками. Как нам его держать? Ну, опять же, самый простой и самый, наверное, знакомый всем метод это уголок. Помните, мы записывали несколько раз видео про разные уголки и определились, что максимально оптимальным уголком будет сотый. То есть кирпич 120 и сотый уголок практически полностью перекрывает наши пустоты. Не из-за несущих способностей речь. Можно взять и 75 уголок, но 75 уголок классический кирпич обычного формата не перекроет. И то есть будет торчать пустота. Не есть хорошо. Конечно, лучше взять 120 уголок, но это уже слишком дорого. То есть поэтому стандарт обычно берут все-таки сотый уголок, красят его. Заход на основную стену примерно по 15 сантиметров плюс-минус. Все. И продолжают класть кирпич. Никакого отрыва от производства. Каменщикам все очень легко. Все видно, но уголок нужно обязательно покрасить. И сам уголок стоит денег. Сотый уголок с самой тонкой стенкой, это 7 миллиметров, стоит примерно 850 рублей. То есть на полтора метровый проем стандартный нужно примерно метр восемьдесят. Соответственно, выходит примерно полторы тысячи. Плюс покрасить. То есть первое, визуально, конечно, торчит этот уголок, который может потом ржаветь. Ну и кирпич идет как во всей кладке. И многие сейчас в угоду моде, в угоду каких-то маркетинговых ситуаций, не хотят уже видеть свои проемы в классической кладке. И начинается уже новый метод, когда кирпичи кладут вертикально. То есть все наверняка видели кучу таких примеров. Или кладут тычками вперед. То есть половинят кирпич и половинками, реже целым кирпичом, потому что на это нужна определенная стена, конечно. Чаще всего обычными половинками оформляют проем. И вот здесь вот уже есть опять два метода, как это оформляют. Первый, самый простой и, честно говоря, наверное, самый частый, так называемый в простонародье метод шампура или шашлык. Наверняка вы об этом знаете. Простая обычная арматура. Честно говоря, наверное, скорее всего, железную использовать, стеклопластиковую нет. На земле собирают перемычку. То есть вставляют много арматурин и собирают перемычку. Все, делают ее красивую, ровненькую, но на земле, не на здании. Смотрите, какая тяжесть. Полтора метра кирпича с раствором. А потом ее несколько человек, а может даже и трое, и четверо. Аккуратно, чтобы она не развалилась все-таки. Это все-таки не монолит, это кирпич. Хоть и типа монолитные балки поднимают наверх. Это трудно. Себестоимость здесь, наверное, считайте бессмысленно. Но сколько стоят вот эти вот хлыстые арматуры? А вот трудозатраты здесь огромные. Здесь спору нет. Еще, если все-таки каменщики более, может быть, опытные или привыкли, они вырезают кирпич с задней стороны и, используя тот же самый какой-либо уголок, может быть, 75-й, может, 100-й или ту же самую арматуру, надевают во время кладки этот кирпич на раствор, соответственно. Внизу, конечно, обязательно должна быть подпорка деревянная. Ну и все одевается вот на это. То есть здесь, опять же, очень большие трудозатраты. Нужно правильно отпилить этот кирпич, не расколоть его и правильно одеть, чтобы потом он был как монолитное, единое целое. Вот этот проем не разрушился потом у вас. Ну, вроде бы, вот и все. Вот они, три метода. И недавно мы узнаем, что ребята, которые занимаются импортным кирпичом, открывают производство по аналогии с германскими методами, с европейскими методами, систему организации вот этих вот красивых, классных, надежных проемов. Благодаря, конечно же, ситуации у нас на рынке из Германии они уже ничего не могут вести. И, слава богу, может быть. И задумались о том, чтобы производить все это здесь, в России. А на самом деле ничего сложного здесь нет. Система эта, кстати, называется Брика. Они назвали свою компанию так. И вот они ее теперь начинают продвигать. У них есть несколько закладных деталей для разного вида кладки. То есть можно класть классический кирпич просто на постель. Можно вертикально располагать, можно тычками. Как угодно. Разные виды закладных деталей. В момент кладки основной вставляются в кирпичную кладку. И каменщики, без отрыва, можно сказать, от основных объемов, ведут кладку вот этих перемычек. В принципе, ничего сложного. Просто проволока, согнутая определенными правилами. Проволока, конечно же, оцинкованная. Укладывается на кирпич, вставляется потом армирующий каркас. И дальше производится кладка. По цене, конечно, мне кажется, немножечко они лукавят. И пока, так как они новички, так как только на рынке они первые, цена высоковата. Но примерно за полтора метровый проем получается уже знакомые нам полторы тысячи рублей. Немного проанализировав все вот эти четыре метода, которые мне пришли на ум, я составил небольшую табличку. И в ней сравнил по стоимости, по трудозатратам и по внешнему виду. Это все-таки лицевая кладка. И мы, конечно же, стремимся к красивому внешнему виду. Все они, эти методы, надежны. Не надо говорить, что на уголок класть не надо, он проржавеет. Вы когда-нибудь видели 100-летний металл, который лежит в земле? Подковы какие-нибудь находят в полях. Ну, не проржавеет никогда у вас. Даже за 100 лет металл, который имеет толщину там 7-8 миллиметров. Это все ерунда. Он будет ржавым, но никогда он не испортится. Поэтому, а тем более, здесь нет прямых осадков, вы все-таки как-никак красите. Про надежность не слушайте никого. Все эти методы вполне надежны и имеют место для жизни. Вопрос в деньгах, во внешнем виде, ну и в трудозатратах, конечно же, которые связаны с деньгами. Ну и все-таки давайте посмотрим, как я организовал эту табличку. От единицы до пяти попытался сделать критерии самое плохое, самое лучшее, самое дешевое, самое дорогое. И цветом еще выделил зелененькие. Конечно же, это преимущество. Красненькие, вроде бы, большие затраты, большие трудозатраты. Смотрим. Уголок у нас, конечно же, по трудозатратам самый минимальный единичка. Но и по внешнему виду из всех этих способов он самый, вроде бы, и некрасивый потом в эксплуатации. Конечно же, вот эта сборка типа шампур или шашлык. По стоимости это самое дешевое, так же, как и резка кирпича. Хотя здесь большой вопрос, сколько за это возьмут исполнители, то есть каменщики. Ну а по внешнему виду, конечно же, однозначно пятерка. Все красиво, все хорошо. Ну и вот эта вот новая система Брика, она по стоимости, соответственно, получается аналогично уголку. По трудозатратам никаких трудозатрат. Каменщики просто гонят свои объемы по внешнему виду. Ну, конечно же, пятерка самая лучшая. То есть, так же, как и шампур, так же, как и резка, никаких вопросов. И потом я привел еще свои какие-то комментарии. Ну, сами уже проговорил их все. Поэтому, мне кажется, интересная система. Но хотелось бы посмотреть на нее вживую, как именно каменщики с ней работают. И что об этом они будут говорить. И насколько сложно или легко в реальной кладке может что-то случиться или произойти. Ну, вот такой сравнительный анализ некоторых методов организации перемычек в кирпичной лицевой кладке. Если что-то забыл, обязательно сообщите. Подписывайтесь на нас. Ставьте лайки. Пока!